и чё по факту имеется вилка трансабовская двухдисковая задача задача стоит в том чтобы поставить вот эту вилку 1 дисковые но родного диабетра можно диск нам не хватит для эффективного торможения поэтому нужно ставить увеличен тормозной диске тормозной диск поставить можно но он будет один а второй суппорт я решил не приваривать потому что что-то я очкую приваривать новинки на этой уши для второго тормозного суппорта поэтому получился замес вниз такое колесо принципе тормозной диск больше чем на двухдисковых нужно поставить еще больше тормозного диска то есть это по-моему на 300 надо поставить на 318 может этого хватило поэтому мы была изобретена вот такая штука если бы отдельно ступица вот этот вырезал примерял это тоже не конечная версия немножко другой парик получился сюда он идеально подходит вот это уж диск разница видно невооруженным взглядом вот этого одного диска хватит нормально тормозить не париться и не думать поэтому задача сейчас снять снять его на то плесо менять резину и попробуйте назад поткнуть так что поэтому сегодня наверное поеду я надеюсь к вечеру подрастает все это но тормозов тормоза все равно скорее всего не сделаю поэтому поеду на задних тормозах только и вот на тему кстати почему не нужен домкрат для того чтобы вывешивать переднее колесо застегиваю руль не нужен центральная подножку не нужно они домград внизу все колесо заблокировано все вывешен снимай не хочу никуда он не денется хотя почистить эту говне ковыряться не охота с тормозами отдельная песня это тоже будет видео сниматься на память забыл крепление на на голову вот эти должны быть затянуты полностью а вот этими мы подтягиваем ваша вся нагрузка идет вектор то сюда направлен поэтому здесь должны быть монолитом здесь уже сколько останется столько подтянется ось сама по себе закручена это чисто страховка не перед работой обязательно нужно вытащить кофейку кстати есть такая тема колесо не вытащишь не вытащишь между суппортами не протянешь пока не откроешь один суппорт всяком случае на 2 диска у меня не получалось но но может получилось но при таком положении когда он стоит на дыкрате сильно там дергать что-то не хочется в чем разница между двух дисковым 1 дисковым в дисках то есть даже не в дисках золотые диски и белые диски золотые вот они тоненькие а белые они толстые уже борта они более дут и получается здесь ну я не знаю толщина какая металла одинаковая здесь более дут и по наружке 64 471 по внутрянке 46 с половиной 47 значит они получаются более дут и наружу а хорошо ли это плохо не знаю ну и соответственно этот диск полегче будет весов нету поэтому ну дает потяжелее колесо для легенькое колесо вот то что надо такого западло мне еще не было чтобы обломалась есть два усика и остались там как хотели вытаскивать в общем чё по колесу 1 дисковое колесо имеет ось и подшипники под ось 15 миллиметров ту дисковое колесо имеет ось 17 миллиметров соответственно и соответственно вилка xr вская имеет тоже ось 17 миллиметров поэтому здесь пришлось поменять подшипники подшипники 6003 внутренним диаметром 17 наружным диаметром они как раз подходят под эту ступицу на самом деле на двух дисковым колесе там подшипники стоят больше размером то есть это колесо считается по помощнее да и сам диск там потолще немножко внутренние бортики в этом месте толщина так взял втулка которая распорная между подшипниками расточил ее до 17 миллиметров вот это вот здесь внутренние все на том все стало четенько засада получается с вот этой втулкой так как здесь сальник рассчитан под втулку 15 это поэтому пришлось какую-то взять втулку не знаю какую чё за втулка я и обточил снаружи и внутри кстати они нас белого было 17 и снаружи обточил чтобы она встала в это сами ладно с этой стороны сальник такой маленький тоненький стоит под редуктор спидометра и самый прикол в том что 17 редуктор спидометра от 2 дискового колеса под 17 ось он больше размером чем вот это посадочное отверстие то есть он не подходит то есть по внутренней подходит по наружке не подходит если берем редуктор от старого от однодискового колеса то соответственно по наружке он подходит под сальник становится а внутри ось 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 17 ну так как сальник там мертвый был в этом колесе мятой а а редуктор редуктор о чем с редуктором было редуктор там в общем он какой-то кривой был у меня не получилось его расточить поэтому я просто взял сальник заднего колеса он немножко меньше по диаметру чем это посадка замотал изолентой но это пока временно поезжу посмотрю что будет она на виду на никуда не денется точную втулочку тоже надежно ну тут переходная втулка вместо редуктора в общем со всего так понятно получается так а с рулевой колонкой рулевая колонка на xr и она получается немножко больше по длине чем трансальпуская возможно возможно это из-за подшипников сейчас покажу что с подшипниками какая засада здесь сейчас разберу покажу ну вот такой зазор у меня получается он не подшипники видны так не должно быть вот надо сейчас все дело исправлять вот это у меня родной оригинальный подшипник рулевой колонки хондерский именно трансальпуский самый прикол в том что у него диаметр внутренний 26 миллиметров и на трансальпе тоже 26 миллиметров их стоит два на трансальпе одинаковых один снизу один сверху то есть вся весь весь шток шириной диаметром 26 миллиметров здесь 26 она xr вилки на этой на траверсе нижний подшипник диаметром 30 миллиметров соответственно два подшипника трансальпуски сюда не пойдут нашел на алиэкспрессе роликовый подшипник он конечно немножко ролики там поменьше ну вся нагрузка по идее на верхнего сидит на верхний подшипник я загнал его снизу сальничек подложил заколотил одеваю собирать закручивать а у меня вот этот верхний подшипник упирается вот в этот вот буртик ну и вариантов тут на самом деле три но я пойду простым вариант номер один снять этот подшипник но он сразу умрет у меня вторую есть конечно запасной но я его это не буду сделать сюда проставку колечко миллиметров 6 высотой и все это заново одеть но так я делать не буду второй вариант на прессе давануть эту втулку ось сюда подальше это кстати тоже можно попробовать но не знаю выйдет выйдет ли у меня это давануть это это вместе с подшипником не надо продавливать вот третий вариант просто тупо сточить миллиметров 10 тут же главное чтобы она села на подшипник это кольцо а зажимать там и нам не надо зажимать чтобы зазор был оставлять поэтому наверное так и сделаю она пониже сядет и как раз 6 миллиметров эти уберу так здесь от по всякому экспериментировал я вообще тут даже две обоймы старую и новую поставил и все равно если одну обойму оставляешь то то не затягивается мало расстояние то она правильно она там она упирается здесь и все не дожимает не достает вот это вот обойма до самого подшипника а если поставить вторую обойму то высоты это слишком много получается зазор поэтому надо сейчас выбить одну вторую поставить новую загнать туда здесь обточить немножечко пониже и в принципе можно собирать я думаю все это заработает а еще фишка так как подшипник вот этот вот по высоте должен быть 15 миллиметров родной скажем который сверху стоит а этот по моему 12 но общий пакет поэтому пришлось пришлось а он колечко вытащить и вставить да это колечко чтобы компенсирует длину ну как бы сюда больше не полезу поэтому здесь пускай остается как было а сверху сейчас вот это вытащих заново пересоберу и будем пробовать вот я загнал чисто один новый обойму подшипника одну сейчас покажу что получается здесь не протачивать здесь у нас снизу вот она все четенько закрывается здесь сверху сверху ставим подшипник все вот она уперлась в этот буртик и до свидания чем поэтому тут миллиметров 6 надо спокойно протать протачивать спиливать чтобы она глубже села то что она больше будет сточено ничего страшного потому что все равно она будет регулироваться именно гайкой это не лишнего не перетянешь чем все эти способы которые выше описал поэтому самый простой это сделать так на трансальповский кстати траверсы на нижнем этого бортика нет то есть подшипник опускается вот до самого конца по всей по всей оси ходит поэтому сделаем точно так же мультик немножко обточился с примере буду собирать так ну вот и чё обточил немного глянем здесь стало о все оттеряно на месте теперь вот и закроется значит о и крышечка закроется ну теперь здесь надо шайбу это подложить просто резьбы здесь не хватает немного шайбочку надо вытащить вот она не хватает ставить и затянуть шайбочку я вытащил чтобы резьба доставала вроде все подходит вот так здесь у нас станет вот так вот здесь она закручивается вот так вот вот все тут смазываем люфт выбираем сверху траверсов и все сейчас гаечку и шайбочку эту заворанью чтоб она не ржавела можно собирать вот такая шайбочка получилось сколько у меня толщина ну да 6 миллиметров как я рассчитывал в принципе чётенько сюда встает здесь фасочка снята чтобы она встала о и все теперь сверху одеваем траверс закручиваем одеваем траверсов и тут отлично тут отлично даже защелкнулся нормально зашла так что все собираю так ничего по итогу по итогу вилка встала идеально здесь все зазоры ушли в этом месте вот в этом месте верхней траверсов не затягивала сейчас замком вот надо сделать так чтобы он замокался ковыряюсь завтра уже тут пока вроде все нормально идеально зазор между вилкой и тормозным маленький но он есть на том на той вилке кстати тоже самое было такое же самый зазор все нормально было хомуты поставить затянуть масло залил ну вот надо пробовать тестить ехать и пережить им это сделать надо замок надо тормоза ну и в принципе наверное я и крыло еще надо и пока что вроде на этом все